всем привет я сегодня в гостях у татьяны и она нам будет рассказывать про коттеджный поселок шарташ это практически город екатеринбург совсем недалеко от центра правда правда добрый день хотели вам представить коттеджный поселок шарташ татьяна расскажите почему коттеджный поселок называется шарташ потому что коттеджный поселок находится напротив прекрасного озера шарташ любимого озера всех горожан екатеринбургцев поэтому конечно это прекрасно что мы его так назвали это символично будет и для этого места и скорее всего это будет любимое место для всех кто здесь будет жить ну конечно каждый же покупает дом чтобы с гордостью называть его это мой дом это то место где я живу и так сказать с удовольствием приводить друзей my home is my castle вот он участок он достаточно такой правильной квадратной формы здесь будет сколько домов участков здесь будет 21 домовладение 21 участок это будет камерный небольшой поселочек но который будет в одной стилистике сделан поскольку соток будет земля в среднем участке размежеваны относительно где-то десяти соток то есть от 8 до там 11 соток то есть вот такие участки ну давайте сейчас о главном достоинстве этого места поговорим сейчас то еще только вот в процессе начала строительства поэтому на самом участке мы особо ничего не увидим здесь просто земля но тем не менее это же как бриллианта который нужно огранить вот лежит такой камень невзрачный в земле его достали помыли огранили и вот он засверкал и главное достоинство вот вы уже назвали это близость озера и это близость городу то есть фактически тут уже трамвай можно сказать ходит поэтому давайте вот начнем с озера сколько до озера метров получается совершенно через дорогу это наверное скорее всего порядка может быть 150 200 метров то есть это перейти дорогу и вы на озере что с тем как добираться вот то есть вот город вот этот поселок то есть как люди могут сюда доехать кроме машины и насколько быстро они вообще могут доехать допустим с площади пятого года площади пятого года я думаю что здесь но если не считать и такой серьезный трафик в часы пик это порядка наверное может быть 10-15 минут но это без пробок это без пробок но пробки вы знаете у нас в городе сложно рассчитывать время согласно пробкам поэтому давайте будем считать чистый свободный трафик сколько расстояние от гор от центра скажем центральной площади глупо конечно спрашивать про инфраструктуру раз это город но тем не менее я спрошу то есть что вокруг садики школы магазины торговые центры какие развлечения вообще чем могут здесь люди заниматься и и так сказать как жить то не буду вся городская инфраструктура которая есть в этом районе а район все таки это пионерский перетекающий вот в район шарташа это очень инфраструктурный район который востребован вообще жителями города молодым поколением семей поэтому здесь есть и школы и садики соответственно магазины есть и ближайший это торговый центр который находится на пионерском районе это паркхаус то есть это буквально тоже наверное минут там 10 езды на общественном транспорте до вот этого торгового центра если пойти вот в эту сторону то здесь является спортивный комплекс коленинец это тоже в 10 минутах езды везде ездит общественный транспорт то есть принципе все что нужно для детей для родителей здесь есть все в округе ну и место конечно городского отдыха это прогулки пробежки это озеро шортаж где уже инфраструктура для занятия спортом там уже имеется а вот вы сказали что молодых семей а вот на кого вообще рассчитан этот коттеджный поселок то есть портрет потребителя какой-то существует то есть это молодые семьи или это кто вообще портрет потребителя это люди которые хотят иметь свой частный дом не уходя далеко от городской инфраструктуры это конечно скорее всего будут люди которые или семьи которым необходимо рядом школа садики и соответственно работа чтобы это не занимало очень много времени и оптимистично использовать его для того чтобы приехать на работу или в школу или в детский сад и вернуться скажем в обозримый вечер когда ты можешь посвятить время в загородном доме своей семье и самому себе любимому какие удовольствия здесь планируется ну то есть как это будет выглядеть какое здесь будет благоустройство что для детей возможно предусматривается расскажите про внутреннюю инфраструктуру внутренняя инфраструктура будет конечно предполагать детскую площадку и спортивную площадку плюс ко всему это естественно будет безопасно потому что территория будет охраняться территория будет все огорожено на въезде это будет кп охрана поэтому ваш ребенок здесь будет в абсолютной безопасности во вторых единая стилистика чтобы это было красиво презентабельно и уютно не будет огромных там трехметровых заборов между домами это будут заборы прозрачные но если кто-то хочет отгородиться от социальной вот такой активности это пожалуйста зеленая изгородь и насаждение и будет конечно очень хорошо про внутренние дорожки из чего они будут это будет щебенка насыпанная или асфальт или красивая гранитная плитка освещение как это будет выглядеть конечно здесь будет прекрасно сделано благоустройство будут пешеходные дорожки которые будут вымощены материалом соответственно будут заасфальтированные основные дороги дороги будут достаточно широкие это не будет узкие дороги несмотря на то что участок сам по себе общая территория поселка не очень большая но предусмотрены очень удобные дороги для того чтобы спокойно разъезжалось два автомобиля соответственно чтобы можно было где-то встать на обочине удобные заезды выезды из домов будет предусмотрена понятно что гостевая парковка для того чтобы можно было припарковать машину для гостей которые прибывают сюда к проживающим в поселке понятно что будет освещение все дорожки будут освещаться ландшафтное будет освещение мест общего пользования это конечно это будет все не будут идти провода которые как мы привыкли поверху поверху то есть это все будет подземные коммуникации это будет очень красиво это будет безопасно и соответственно эстетично выглядеть а расскажите тогда про сети которые здесь планируются к чему вы подключаете это будет городская сеть или у каждого своя вот водоснабжение канализация электричество газ интернет что тут планируется вообще очень большая ценность этого поселка это центральные коммуникации это конечно будет значительно оптимизировать все расходы жителей этого поселка однозначно своя газораспределительная станция свое своя тп соответственно будут коммуникации водоснабжение канализация это все будет центральной то есть это очень удобно это городские мощности поэтому в этом прям большая прелесть поселка кто понимает расходную часть коммунальных платежей люди оценят именно вот этот плюс неоспоримый для этого поселка а сколько вообще будут составлять коммунальные платежи учитывая охрану учитывая уборку территории ухаживание за территорией свет на территории ну и так далее вот если если примерное понимание вот этой суммы вообще расчеты пока вот конкретные такие не велись это конечно делается уже собранием жильцов то есть устанавливается стоимость охраны и так далее но это где-то будет средние платежи для того чтобы красиво содержать эту территорию наверное где-то в районе может быть трех четырех с половиной тысяч в месяц то есть это абсолютно прекрасный платеж который даст возможность вам не заботиться о том что у вас будут в снегопады убраны дорожки соответственно в межсезонье в летние это будут помыты ваши все дорожки дороги ну и обслуживание понятно что всех газонов придомовых территорий это будет за этим надо будет следить и эта сумма вполне осязаемая для того чтобы оплачивать вот этот комфорт поселке татьяна расскажите пожалуйста когда здесь начнут преобразовываться дороги когда здесь начнет что-то появляться то есть не вот вот эта глина по которой мы идем а когда люди придут и увидят здесь уже но не город сад но вот хотя бы движение к нему через четыре года здесь будет город сад в этом сезоне мы уже сделали очень много для скажем для вот этой территории то есть сейчас разводится уже коммуникации непосредственно подводится каждому участку естественно работы идут пока земляные поэтому здесь будет просто отсыпана очень сухая хорошая дорога для того чтобы можно было пользоваться независимо от погоды вот скажем дорогой для строительства очень хорошо что все таки здесь мало домовладений поэтому застройка будет достаточно быстро вестись и и конечно в скором времени когда здесь уже будут основные работы сейчас идут активно уже рассматриваются участки в продажу и в этом сезоне уже начнется на очень многих участков уже фундаменты и коммуникации уже будут разведены поэтому конечно немножко терпения сезон 2 и здесь будет уже все красиво ну то есть в этом году уже сделаются дороги да то есть сейчас видимо самое время приобретать участки дорогие друзья сейчас пока да самое прекрасное время когда есть еще выбор участков где вы можете согласно своим каким-то потребностям желанием выбрать нужным скажем участок кому-то по фэншу и кому-то нужно в укромном месте кто-то наоборот средней части очень большого участка хочет приобрести себе место поэтому пока есть выбор приезжайте выбирайте а вот скажите вот там я видел фундаменты уже залитые вот здесь вот есть какие-то части от фундамента это что уже кто-то строится или что строить там уже строится это получается дома на два хозяина вот где фундаменты а их будет вот на той стороне три получается дома на так называемые дуплексы здесь уже приобретен участок то есть здесь тоже уже работы начинаются ну соответственно сейчас рассматривается в средней части два участка которые ведем переговоры поэтому остальное все пока ждет своего покупателя друзья у меня для вас отличнейшая новость я и татьяна приготовили для вас персональную скидку сто тысяч рублей достаточно вам произнести волшебные слова градис шортаж скидка и татьяна предоставит вам сто тысяч рублей скидки по моему очень круто согласно абсолютно с прекрасное предложение ждем наших покупателей и конечно будем дарить подарки вот так вот мы о вас заботимся ну а сейчас ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и пишите вопросы дорогие друзья для этого есть комментарии я знаю наверняка они у вас есть всем пока до следующих обзоров